Сколько человеку это важно? Ну, не знаю, я как-то к этому философски отношусь, смотрю. То есть, тяжело, общаться с людьми тяжело. И в ста ситуациях, когда вы улыбнетесь людям, не факт, что ровно с той ситуацией люди ответят взаимностью. Но, поверьте мне, большая часть людей ответит взаимностью, с радостью. Поделиться чем-либо. Поэтому у людей, вот вы ушли, вы пообщались, ничего не сделали, просто улыбнулись. Просто сказали какие-то теплые слова. Вы ушли, а тепло осталось. Это же так. То есть, весь мир складывается из таких маленьких теплых моментов. Потому что, оказывается, не все так в жизни. Все так серо и так прагматично. Ну, не знаю, я так чувствую. В общем, на ваш взгляд, вот эти все качества, уложенные в кодекс дзюдо и озвученные в свое время Кану Дзюгора. Как бы вы могли в целом сказать, что это? Вы знаете, я в свое время, в свое время, я, мне было такое, то есть, Сергей Михайлович был чумаков, был коммунист, да, во время войны вступил в партию. Для него это было ценно, и он очень болезненно прижал этот период распада Союза, когда крушение этой системы, вот это, обнародовали какие-то факты, там, и так далее. Что не все так, все было красиво. Но он сказал, что для меня это вот, это был тот момент, когда я мог в любой момент погибнуть, да. То есть, это выбор такой осознанный был. То есть, я понимал, что я могу внести свою толику в изменение этого мира, в лучшую сторону. То есть, человек, если посмотреть, я не знаю, может быть, он окрещеный, но я даже как-то не задумывался об этом. То есть, он был атеист. Да, я атеист. Это не мешало ему быть просто порядочным человеком. И вот я для себя сделал вывод, что, по сути дела, любая религия в идеале, не важно, то ли это буддизм, то ли это мусульманство, да, то ли это христианство, не во всех его проявлениях, иудаизм. То есть, изначально-то заложено все правильно, то есть, создание человека идеального, богоподобного, ну так вот, воспитание. Все заповеди, они направлены на то, чтобы искоренить все, ну, почти, то есть, вот, если другими словами бы сейчас говорили, не с негативной, а с позитивной, то, что я прислал Дзигаракану, да? Там, не убей, не укради, не, там, не прелюбодействуй, там, и так далее. То есть, он, по другой стороне, об этом говорил. То есть, люди, люди во все времена, они пытались создать некий такой идеал человека будущего, то есть, каким он должен быть. То есть, понятно, что и под каждой из религий осуществлялись какие-то там крестовые походы и какие-то набеги, то есть, за веру, да, то есть, получилось, что не всегда это было все так идеально. Хотя, им казалось, что они делали благое дело, то есть, что они, что так должно быть. Ну, вот, и для того, чтобы быть, допустим, там, мусульманином или быть христианином, христианином, вовсе не обязательно. Если у человека есть определенные какие-то жизненные принципы, и они не просто, он их произносит, да, демонстрирует, а он им и соответствует в жизни, может быть, это и есть то, о чем мечтали все во все времена люди, да, философы. Ну, вот, и в данном случае, то, что вот вы перечислили, но, вот видите, вы не, он, это шел не по принципу отрицания, да, когда мы говорим о заповедях христианских, а с позиции, наоборот, позитивно, да, то есть, предполагалось, что дзюдо, оно направлено на воспитание, ну, вот, такого идеального человека. Невозможно идеального человека, то есть, вот, в каждом из нас есть какие-то вот эти пороки, которые, ну, определенный результат какого-то жизненного пути, какого-то жизненного опыта, каких-то, там, конфликтов, каких-то, там, воздействий, встреч с какими-то людьми и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот, но, мне кажется, вот, то, что я сейчас очертил, это понятно, и это естественно. По сути дела, ну, насколько мы знаем, я так сильно не вчитывался, что кодекс строителей коммунизма, то есть, это, по сути дела, своеобразная библия коммуниста, да, что она за основу брали библейские заповеди. То есть, ну, скажем, такой подход, да, то есть, это же не случайно, это произошло, то есть, где взять, то есть, это же, это же продукты не сегодня, не вчера созданы, то есть, это прожит людьми, создано людьми, и, ну, в каком-то смысле это работает, раз люди верят в это, вера. Ну, тогда мы вот на этой, на этом заканчиваем наши с вами разговоры, вот на этом, на этой точке, или троеточие, мне понравилось по словам вера, и я хочу пожелать всем, кто смотрит наш видеоканал, улучшать себя с помощью самбо-дзюдо, занимайтесь, несмотря ни на что, верьте, что все-таки вы способны улучшить себя. С вами был Сергей Евгеньевич Табаков. Спасибо. Всего доброго. Не знаю, насколько у вас... Насколько я не могу сказать, как мне сказал один мой хороший...